Выжившая узница концлагеря усыновила внука фашистского коменданта. 80-летняя Ева Мазейскор простила всех, кто когда-то принес ей страдания и боль, включая фашистов. Женщина даже приняла в свою семью Райнера Хесса, внука Рудольфа Хесса, Аберштурмбанфюрера СС, коменданта концентрационного лагеря Свенцем, в который ее вместе с семьей депортировали в 1944 году. Теперь для Евы Райнер как родной внук. Ева вспоминает, как ее вместе с сестрой-близнецом Мириам затолкали в машину и вскоре перевезли в концентрационный лагерь Свенцем. Там Ева потеряла родителей двух старших сестер Эдита Алис. Сестер предоставили в качестве подопытных кроликов для проведения экспериментов со смертельно опасными вирусами доктору Азефу Менгеле, известному впоследствии как Ангел Смерти, но им чудом удалось выжить. Сестры были одними из тех пар близнецов, которым удалось выжить. И дождаться освобождения солдатами советской армии в январе 1945 года, всего 200 пар из 1500 покинули лагерь. Десятилетие спустя Ева получила от 49-летнего Райнера письмо. Мужчина был вне себя, когда узнал о злодеяниях деда Невы и несмолчаливого равнодушия родственников. Он во всеуслышание заявил о том, что не побоялся бы даже осквернить могилу Хесса. Обнаружив ее, Рудольф Хесс был повешен за многочисленные преступления в 1947 году. Позже Райнер попросила Еву, замужнюю женщину и мать двоих детей, проживающую в штате Андиана, США, принять его в качестве внука в свою семью. Встретившись с ним, Ева сразу же согласилась. «Я горжусь тем, что я его бабушка. Я им восхищаюсь и очень его люблю. Ему так не хватало тепла и любви в семье». Ева искренне надеется, что Райнер, разорвавший все возможные связи со своими родственниками, простит их и пустит в свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин